Девушки отдыхают 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 И это позволило им получить соответствующее экономическое вливание Которое позволило закупиться автоматическими девайсами Мы с вами смотрим третий раунд Это Best of 1 встреча Карта The Mirage между румынами и командой из Польши И пока открытие у нас от Вайта Падает один АК-47 на руках у Мичу Минис пытается действовать через Тетрис Попытка прошива от Инноцента через дом А Под коврами позиции, в которой как раз-таки находится один из игроков защиты Это Райдер У них очень хорошая позиция Райдер переключается все-таки на М4 А4, делается один минус Еще один от него залетает на Минисен Он тут же падает Он от действий Шперу И Инноцент также забривает голову Старкиллеру Ситуация 2 в 3 Но опять же хочу обратить ваше внимание о том, что 30 хейлспоинтов всего лишь у Инноцента Уже 0 В целом он забирает Шперу разменивается Но опять же-таки без каски он уже уходит 9% здоровья у него при переследке Какой шот на Терон залетает на Вайте Ситуация 1 против 2 Семинты пушит все-таки через Смук Ну и слишком малый запас ХП А Шперу не позволяет ему перестрелиться Хотя ему просто следовало Один хэдшот залепить там Но не получилось Не фартануло, как говорится И XPC Gaming забирает третий по счету раунд Напоминаю, что в прошлый у нас был девайсный И CS GO Launch попытались выйти на точку А в принципе у них это получилось Отличная стрельба от Шперу В вашем Вы уже ее заметили Возможно нам стоит почаще включаться на этого парня Но опять же не меняет это абсолютно ничего Очень сильное начало от Румын Шперу вновь закупается Имеется у него АК-47 Также Смоук И поддержка Четырех пистолетов Его тиммейтов Шперу открывается на Вайте Который перед тем, как Смоук упал Все-таки решил пикнуть Целов на Зиге Должен перестреливать своего соперника Это у нас и получается Мичу тоже падает под натиском этого парня Ну и пока он Действительно является Одним из самых результативных В стане румынской пятерки 48 хэдспоинтов остается у Во Селова Он отходит вглубь своей позиции Сбрэд Миниса Который тоже пытался Быть более успешным Чем его павшие тиммейты Ну и посмотрим Маузиньо вместе с Инноцентом АВП и АК-47 против Четырех автоматических девайсов Одного АК и трех М4А4 от Старкиллера Семинте и Райдера Будут действовать Райдер открывается вновь Он действует безошибочно На выходящего из ямы Маузиньо Напоминаю, что это было АВП Которая абсолютно ничем не окупилась в этом раунде И Инноцент с АК-47 Проблема в том, что у него Имеется всего лишь штана флешка Он реализует Выход свой на мидл Кселов там уж слишком был агрессивен На выходе из СПЛ Но все-таки Перестреливает его соперник Ну и посмотрим Как Инноцент будет пытаться Забрать этот раунд У него, конечно же Ограниченное слишком время 34 секунды до конца раунда Старкиллер подбирает АВП своего тиммейта Но тут же падает на Инноценте Не стоит все-таки Действовать по одному игрокам Команды XPC Gaming Остается Райдер и Семинте У Райдера очень хорошая пачка На Тетрисе Для того, чтобы не пропустить Своего врага На установку этой бомбы Тем не менее Инноцент все-таки Ловит очень хороший тайминг Проходит Просачивается, я бы сказал Через джунгли И через Китчин Выходит на точку Бай 10 секунд до конца раунда Это нам говорит о том Что он успеет поставить эту бомбу Семинта На Сиге тоже падает Инноцент забирает уже Третьего своего оппонента Ну и почему Пытается действовать По одному XPC Gaming Ну и сейчас имеется Очень хороший тайминг Для Инноцента Который успел занять за машиной И сейчас Райдер Абсолютно не имеет Никакой информации По месту нахождения Своего соперника И еще более того У него нет диффузов И это понятно Потому что по деньгам У нас очень много девайсов Теряла команда XPC Gaming Райдер все-таки Перестает Инноцента И у него имеется Хороший тайминг Для того, чтобы забрать Четвертый по счету Раунд Румыны Очень неплохо начинают Согласитесь А нас уже более чем Четыре сотни человек На этой трансляции Еще раз всех приветствую Напоминаю, что с вами работает Роу Хаб У микрофона Александр Энканис Всем добрый вечер И мы смотрим GoCL League Третий сезон При поддержке Организатора Главного этой лиги Dreams Media Также партнеры Twitch TV SteelSeries G2A И GamingBets И Seals Go Launch Ну и пока Мы наблюдаем за тем Что XPC Gaming Абсолютно никаких Авторитетов не имеет Они готовы бороться Против CS Go Launch Уже Райдер Нам демонстрирует То, что он никого не боится Перетягивается он уже Вернее, поджимает даже Яму Также хорошая позиция От Кселова и Семинта К ним на встречу идет Возможно даже будут И Инноцент и его компаньон Шперл вместе с мячом На выцелине Мидла Находится И сейчас позиции от команды Из Польши Говорят нам о том Что они Ну не то чтобы боятся Но воспринимают Своих соперников всерьез Минис На выцелине точки Б Работает через АВП Его замечает Семинта Напоминаю, что этот игрок Еще играл у нас Контур Страйка 1.6 Ну и довольно-таки Неплохо там выступал Минис Вновь-таки клацает Своим АВП Выход от него Простреливает своего врага Но тут же ловит Латальный дэмэдж От того самого Семинта 5-4 имеется Численное преимущество Но для команды XPC Gaming Ну и Получает флешку Инноцент И уж слишком Активно у нас действует Семинта Но его стрельба не проходит В этом мини-моменте Инноцент падает 5-3 Немного исправляет ситуацию И чаша весов Должна преклониться Вновь для команды XPC Gaming Потому что Старкиллер Открывается на Маузине Мичу вновь Собивает голову Своего соперника Но проблема в том, что Они сейчас вне позиции Бомба до сих пор На топ-мидле Она не на руках 30 секунд до конца Эта ранда Ну и нужно кому-то Из игроков команды Си из голланш Или спешить на какие-то фраги Или поспешить на Эту бомбу Мичу действует Агрессивно на Вайте Но он не ожидал АВП в руках Своего оппонента Надельпоне Который не промахивается Ну и Семинта Красный Возможно будет встречать Шперо Который находился На топ-мидле И Шперо Конечно же понимает Что этот раунд Ему не выиграть Это 5-0 XPC Gaming Это Румыния Которая пока не показывает Нам неплохую школу Контр-страйка Во всяком случае В действиях Против своих Более именитых Я даже Скажу вот такую фразу Соперников CSGO Lounge Как думаешь CSGO Lounge Затащат Говорит Вернее спрашивает Один из наших зрителей Я даже не знаю Если честно XPC пока неплохо действует Но опять же Экономика у них Не самая сильная Если проигрывают В этом раунде То вынуждены будут Эти ребята Играть с пистолетами Ну и сейчас Закуп От CSGO Lounge Имеется 4 АК-47 Также Галил На руках у Миниса Спалил уже Свою позицию Вайл Который пытался Прослить оппонента Через смуг Дефолтный Который ложится На девятку Ну и откидка Последующая От команды CSGO Lounge Они занимают мид Также Минис Вместе с Иннес Он там действует Через метро Ну это в принципе Резонно Потому что ребята Если вы хотите Выиграть Демираж То нужно постоянно Создавать Эффект присутствия Какой-то экшен По центральной точке Что у нас и пытается Сделать CSGO Lounge Но опять же Такие глубокие позиции От команды XPC Gaming Напоминаю что В Зиге У нас очень хорошая позиция От целого И к нему на встречу Будет выходить с первого И если ему Не будут давать флешку То возможно Даже он выйдет На хорошую стрельбу Своего оппонента Xello Пока не Ориентируется В этой ситуации Напоминаю что Он единственный При рубеже Защиты на точку Пока Семинта и компания Полностью угадывают Куда же все-таки Пойдут поляки И у нас обостряется Лезвие этого раунда Xello Остается до сих пор Стоят на Зиге Не Меняет своих позиций Райдер Который под коврами Уже 6 по счету Раундов провел Ну и Вайт Очень агрессивная позиция На Дельпане Если промахивается То тут же может упасть Мы-то знаем Что у Сиус Голанш Умма Помрачительная стрельба С АК-47 Это тот Который начинается На точке А Хороший прострел От Вайта На голову Своего оппонента А также Райдер Не выпускает Маузиньо Пытается что-то делать В первом месте с Минисом Они их получают По киблу Но тут же Старкиллер Сэндвича Просто съедает мичу Вместе с Минисом Последний Шпиро Который Делает все-таки Ван Тап Ван Шот Ван Килл На Вайте Теряет Игрок Защиты АВП Но 14 секунд До конца этого раунда Вынуждает активно действовать Шпиро И он промахивается С Семинтой Его поджидают На планте И это 6-0 Кто бы мог подумать Ребята Румыны Пока Как говорят наши Англоязычные коллеги Он фаер Действительно Очень круто отыгрывают Сейчас эти ребята В парах Вовремя размены У нас происходит И это все привело К такому счету Который вы видите На табло Ребята Еще раз напоминаю Что это Бест оф 1 встреча И Си из Гуланш Выходят просто на морозе Через окна Там их встречает Райдер Который все Эти дела читает Отличная игра Вот этого парня Это уже 11-ый по счету Фраг В его активе И он пока лидер Своей пятерки падает Все-таки от Миниса Который заходил через Коннектор Ну и сейчас Райдер Действительно может Какие-то слова Какие-то претензии Предоставить своим тиммейтам Потому что Опять же таки Все живы Но пропустили в спину ему И на центр 52 хейлспоинта Уже пробили его немного Осколочная граната И Минус 48 Она ему нанесла Он пытается выйти через Яму Но сейчас под флешку Старкиллер И компания Будут все-таки его Загонять Это получается Лучше всех Укселова Который ставит Хэдшот 7-0 И XPC Gaming Близки к тому Чтобы забрать Эту первую половину Карты Дэмми Раш В свой актив Ну и действительно У нас пока Возможно даже будет Какой-то Случай мини-сенсации На этом турнире Опять же У нас вот таких Громких побед Вот так Что в общем-то Команда Которая нигде не светится Особо выигрывала У ребят Которые даже посещают Некоторые лан-турниры И играют против Сильнейших команд На праках Я Вы знаете Ребята Очень сильно Сомневаюсь Что команда XPC Gaming Играет против Лучших команд Кипопы На своих Тренировках И пока Мини-сс Выходит через У нас дом Бэрт Получается сделать Видус на Семинте Но тут уже действует Экселу Который очень хороший Блотом откинул Также хедшот Поставил на минис Уже Очень хороший тайминг Для райдера Для того чтобы помочь Своим тиммейтам Вайт уже перетягивается С Китчена И забирает Маузиньо Который и так был красный Остается последний Митчук Который пытался обойти Своих соперников Через плент Но это не получается Потому что Старкиллер Ловит хороший Тайминг при выходе Из Китчена И это 8-0 Это сухая победа И это Действительно Мини-сенсация Пока что на ваших Экранах творится Ребята Еще раз напоминаю Что это Турнир Который называется Global Offensive Champions League Это третий сезон С вами работает Рухап У микрофона Энканис И мы Возможно Творим историю Этого контрстрайка На этом турнире Пока что Сейс Гуланш Более именитые Ребята Не могут ничего поделать С защитными Кондициями Своих соперников Также У нас Очень ранняя Агрессия У Твайта Сработала На коврах На точке А Маузиньо Уже пропадает С радаров Своих тиммейтов Ну и некоторые пишут Что 90 на 10 Процентаж У нас на Кейс Гоу Лаунж Я напоминаю Что это один из Прартнеров Данной лиги И вы знаете Это действительно Очень Жестко И круто Целов разменится На Шпера Также Семинтон Не дает выйти Митчу Но тут же ловит Летальный дэмэдж От Миниса Байт При ВЦЛ Через Китчен Работает на Минисе Но Райдер Не дал ничего Абсолютно сделать Своему сопернику 13 на 5 От Райдера Вайт 9 на 3 10 на 7 От Целова Старкиллер 6 на 3 6 на 4 От Семинты Абсолютно Весь состав Румынской пятерки Работает в плюс Вайт На бортике На выцеливании Мидла находится Очень хорошая позиция Ребята Мотайте на ус Если там Будет действовать Вражеский оппонент С топ Мидла То он вам Возможно попадет В ногу А вы его заберете Райдер По слэшку С его тиметом Выходит Забирает Шперу И получает Отфера Что еще один игрок Атаки будет выходить По этому рубежу Старкиллер Не промахится По Минису Бомба Имеется уже Под контролем защиты Ну и что же Все таки происходит CSGO Lounge Куда вы подевались Нужно расчехлять Свои абсолютно Все умения Для того чтобы победить Этих ребят из Румынии Которые так и хотят Себя хорошо проявить На этом чемпионате Это уникальнейшая возможность Это турнир на 20 тысяч долларов И группа D И пока Ближе к матчу Винеров За выход из этого квартета С первого места Ближе команда XPC Gaming Которая выигрывает Со счетом 9-0 И еще один шаг Десятки Делает Уайт Который простреляет Мичу на мидле Маузиньо и Инносент 2 в 4 Только райдера потеряли Который с собой Успел забрать Одного из своих соперников Сэлло Под флешку Свою тиммета Занимает мидл И получает уйму информации Для своих ребят Маузиньо и Инносент Пока что замораживают Свои атакующие кондиции Нужно выходить Нужно что-то решать 33 секунды До конца раунда Старкиллер Работает на чек Через Дельпан Семинте По его информации Выходит через джунгли Забирает голову Инносента И Маузиньо Тоже уже палится Забирает Старкиллера Но тут же Не уходит От того же самого Семинта Который оформляет Даблкил И это 10-0 Это не то что мы ожидали Ребята Нас уже смотрит 860 тысяч 860 тысяч 860 человек Уже у меня На вот такой вот волне Оговорочки по Фрейду Как говорится 860 человек Наблюдают сейчас За тем что же Творится на экране Это 11 раунд И это пока Полная доминация Игроков из Румынии Ну и здесь Абсолютно Не стоит говорить О сливе Ребята Еще раз напоминаю Что команда Си из Голонж Это дочерняя Можно так сказать Пятерка От сайта Беттингово По скинам Где вы Как раз таки И ставите Большинство вернее Из вас ставит скины И я думаю Что у нас нереален Абсолютно Момент с сливом Этого матча Просто XPC Gaming Демонстрирует нам Очень хорошую защиту Это Монолит О который ударяется Абсолютно Все притязательства На победу В этом матче От команды Из Польши Ну и потеряли Уже сферу На мидле Имеется Опен фраг От АВП Вайта Который Очень хорошо Себе показывает В этом противостоянии Райдер Под коврами Ему Будет ассистить Старкиллер У него Очень хорошая позиция Мотаем на уст Здесь при выходе Из ямы Вас может не заметить Соперник Все таки пытается Прифарить Это Маусинь Но падает От замечательнейшей Стрельбы Старкиллера Иннисон Разменяется Семинта Его забирает И да Дуэт из команды Си из Голан Все таки выходит По направлению Точки Б Получилось забрать Сэлова на Китчине Также простреливает Семинта 68 хейлспоинта У него имеется Бомба устанавливается Райдер Будет действовать Через окно Также при выходе Поджигает позицию Своих аппетитов Вайт Но тут же выходит Он прямо на прицел К Менису Который уже оформляет Еще один Килл для себя Семинта Разменивается И знает он На позиции Мичу Во всяком случае Подозревает Тоже словит Этот тайминг Мичу заходит Сфину Своему оппоненту И забирает Все таки первый И они вступают В борьбу Ну я даже не знаю Вы знаете Если у нас Си из Голан Выйдут Хотя бы на счет 5-10 Потом при условии Взятия второй пистолетки Они могут тащить Я напоминаю Что команда Очень сильна Она играет хорошо В защите На любой карте И Демираж Является не исключением Но опять же Если проигрывают Этот раунд То они абсолютно Теряют экономику Если XPC Выходят на 11 То потом Могут даже выйти На 14-1 Или на 13-2 Посмотрим Во всяком случае Все к тому пока что идет У нас Не такая хорошая экономика Так же у XPC Gaming Потому для Си из Голан Это очень важный раунд Вы не видите Что они реально Классно играют Подписываюсь Абсолютно Под каждым Словом Нашего зрителя Спасибо вам большое За обратную связь Ну и Опять же таки Обращусь К той части К тому сегменту Наших зрителей Которые просто смотрят Не из заставок Все ли у меня нормально С экраном Открывается У нас На Сити Исполнен На Старкиллере Который пытался Перейти все-таки На Кичин Чтобы помочь Своим ребятам При защите Выбитого планета Ну и Возможно у нас Мичу Кого-то там Дозаберет Выходит Выходит Это крок Через Зиг Я напоминаю Что является Этот парень Дерспективным В плане Его сваттер И очень многие Из сообщества В Virtus.pro Но он делает Все-таки Центральный минус И сейчас Перестрелка Инносента И Райдера Но опять же таки Тайминг работает В пользу команды XPC Gaming Абсолютно Слепущий И Инносент Забирает Райдера Который Пытался Ретироваться В групп Дома Б Не получается И Важнейший раунд Сейчас берут Команда CSGO Lounge Отличное Действие от Инносента И Митчу Которые смогли Все-таки Разрулить Я напоминаю Что ситуация У нас была Не из Самых лучших Для польской пятерки Но Второе очко Они заработали И На всех парах Сейчас Мчатся На центральную точку Карты Демера Чтобы Забрать Третье очко Я думаю Что у них Все это получится Потом могут выйти На 10-5 И у нас будет Действительно Заруба Минис Висис Маузиню Раскрывает Свои позиции На Вайте И Райдере Пока что Без ответа У нас От Румын И Маузиня Пытается У нас все-таки Догнать Поджимающего Дом А Старкилера Сэлов Забрал голову Инносента Но тут же Пал под натиском Шпера Который Также забирает На шашлык И Сэминта Старкилер Последний Ну и здесь Конечно же Ему будет сложно Нужно Играть хотя бы На выцеление Какого-то одного Девайса На ухудшение Экономики Своих соперников Которые вы сейчас Видите на своих Экранах В принципе Не все так Радужно Дальсис Гоу Ланш И не стоит все-таки Возможно терять Свои пушки Но опять же Маузиня Находит Старкилера Со своим Тейк Найном Он забревает голову Сопернику 10-3 Ну что ж Все классно Все Спасибо вам большое За вашу Обратную связь И еще раз напоминаю Что Эксписи У нас не бельгийцы Это румыны Пока они Действительно Нас впечатляют Свой стрельбой И своими Отличными действиями По парам В защите Старкилера На выцеление коннектора Забирает Миниса И уже Получает информацию О том что возможно Будут еще оттуда Поляки выходить За секретов Так же он Мансовать Все-таки ставит Хедшот на Инноценте Который Переконтролил Свою стрельбу При этой стычке 4-4 Ситуация Опять же Просевшую Очень сильно Мичу У Райдера 48 хейлспоинтов 2 моментальных минуса От Маузиньо и Мича Падает Райдер И Сэминте На Дельпане Оставшееся звено Команды Эксписи действует В лицах Вайта и Ксэлова Но здесь им будет Очень сложно Нужно сейвить Свою девайс ВК У Вайта АВП Он уже спалился на Дельпане У Ксэлова М4-1С И он Спасает От гибели Своего тиммейта Забирает Мичу Который уже готов был Зайти из Сити Сполна И нужно сейвить Ребятам Они это понимают Ну и возможно У них это даже и получится Потому что Шперо Инноцент и Маузиньо Пока не проявляют Никаких абсолютно Притязательств На то чтобы Пускаться в атаку И переходить В режим охотника Хотя Шперо Уже на Зиге Ну и будет выцеливать Нужно Тут действовать АВП Команды Эксписи Промахивается Он по Шперо Но начато им Зеллоу И тут же выход От Инноцента Пресекается В Айтам В Кичине Все-таки Пропадает у нас Один из игроков Атаки Извините Ну и Посмотрим Как у нас Си из Гоу Лаунжи Будут действовать В заключительном Раунде Первой половине Еще раз напоминаю Что это Бест оф 1 Карта Дэйм Миранж Иксписи Гейминг Пока близки к тому Чтобы выйти в финал Винеров группы Д Гоу Сил Лиги Третьего сезона И бороться за плей-офф Этого чемпионата Неплохая игра Хотя уже вы знаете Три Даже четыре раунда подряд Забирает Си из Гоу Лаунж Напоминаю Что они проиграли Со счетом 10-0 Райдер Поджимает Яму Маузиньо Там действует На выцеливание Двух рубежей А именно Дома А И как раз таки Этой позиции Райдера Мичу и Шпера Укрепляется на мидле И Миннесен Тоже делает самое Выцеливает Зиг Туда кладется смок А Иннесента Оставили на выцеливание Дома В А пока без активных действий От команды XPC Gaming Поменимает Ребята Что им нужно Действовать глубоко Не получается У Уайта И основная Огневая мощь В руках Команды XPC Gaming Падает У нас уже АВП пропадает Три Фамаса И один Макс Седьмой остался Напоминаю Что Сэминта Игрок еще Который Показывал себя неплохо Довольно таки На Сэмми Про уровне В Контурстрайк 1.6 Делает минус на Мичу Который абсолютно Был не готов К этой стычке Шпера Выцелить целого И это возможно Центральный фраг В этом раунде Дезут через хэдшот У нас на троне Райдер И его с этого трона Сбивает король Минис Ну и Три Вернее Два в четыре Сэминта Тоже пропадает Шпера Все-таки его добирает На миде Последний Старкиллер Ну и здесь Ему не позавидывает Напоминаю Что этот парень У нас отвечал Обычно у нас Он действовал На перетяжке Под А и Б В этой же позиции Он сейчас действует Скичено выходит И прямо на встречу К Шперу Фраг Свой актив И 10-5 Двойное численное Преимущество По раундам Имеет сейчас Команда XPC Gaming Но опять же Напоминаю Что под завесу Предыдущей половины Они проиграли Пять очков Специально для шоу Чтобы откомбетчат Пишет один из наших зрителей Я думаю Что вряд ли Стали бы играть С огнем Команда CSGO Лаунж Просто Я не исключаю Что была Даже Такая опция Недооценки Своих оппонентов Потому что Действительно Очень круто У нас начинали XPC Gaming И от этой пощечины Возможно Очень поздно Отошли Команда CSGO Лаунж И XPC Просто Слоу Подход По точку Б Возможно Будет От них Просто Малниеносный Выход На позицию Миниса Который За пленотом Действует Дает информацию Своим тиммейтам И Глок от Райдера Будет действовать Хэдшот От него Шперу Тоже на Китчене Проходить Напоминаю Что имеются Дефюз киты Только у Мичо Киперу На окне Пытался Одного из своих оппонентов Заврать Но на отходе Забирает Райдера Который решил Пикнуть эту позицию Ну и ошибка от Райдера Тут уже стоит сказать О ней Семинта Под свою флешку Действует На выходящем Маузиньо Отыгрываться должен Но Вайт Не позволяет против Мичо То же самое делает Целло Вайт Еще один минус На Инносенте И последний Пытался Опять же таки Из кухни Продемонстрирует Свои скейлы Маузиньо Этого у него не получилось Целло Зарабатывает MVP в предыдущем раунде Отличная игра Вот этого парня Ну и сейчас Главное XPC Gaming Отыграть На верочку Как говорится Никуда не ломиться Сыграть вместе По митну Шперов Выходит прямо на хейдшот Целло И вновь этот парень Открывает счет В раунде Не прошло и 15 секунд Как Шперов Подводит свою команду Напоминаю, что у него в руках Был Дезерт Игл Также этот пистолет Имеется у Инносента И Мичу 5-7 от Маузини ЦЗшка на Минисе Ну и под флешку Пытался выйти у нас Мичу А то у него получается Забирается Митта на стуле Также через смок Действует Инносент Его там не замечают Игроки атаки И это приносит два фрага Для команды CSGO Lunge И нужно тащить этот раунд Как дышать просто Зонирует все-таки Позицию Инносента Через смок Пытается он кого-то выцепить Но опять же Это не тот смок Который бы хотел увидеть Ну и перетяжка От него на Зиг Мичу Также сбивает еще одну каску На Уайте Райдер пытался действовать Через метро Но не ожидал в этой позиции Миниса Который уже поджал Домбе И был готов реализовать Свою ЦЗшку Это у него получается И вы знаете Разнос от команды CS Lunge Отличная слева с пистолетом Приносит им все-таки Победу на предыдущем раунде Это пилопистолетный бай С Дезерт Иглами Арморами 5-7 и ЦЗшкой Отличное Мачало У нас второй половины Которые До сих пор сохраняют Двигу этого матча Вы знаете Я не ожидал Такой игры От команды XPC Даже несмотря на то Что они проиграли В этом раунде Иноса Замечает своих фрагов На яме Также Маузиню Фармит 1, 2, 3, 4 Своего оппонента Получает информацию о том Что это Эйсы И Старкиллер Ничего не смог с ним сделать Отличная слева От Маузиню С его пистолета И Конечно же Девайса Который называется MP9 И Сейчас он Демонстрирует нам Первый минус 5 На сегодня Мы Благодарны ему за это Хоть какие-то хайлайты У нас будут Я напоминаю Что сегодня Это уже вторая карта На вечер Этот игровой У нас уже играли Эмпайр Против команды Нокапа Или Эксвексы Там Имперцы проиграли Со счетом 9-16 Ну а счет В этом противостояние Выйдет На своих экранах Под флешку Действует Маузиню Отличная стрельба От этого парня Митчоу Тоже не дал Действовать Активно На миде Своим соперником Шпера Промахивается Проседует На 28 хлп Переключается На дэрт игл И не оставляет Шансов К сэлову 11-8 Пока CSGOLaunch Демонстрирует нам Этот мини-комбэк Не думал я Что об этом скажу Что CSGOLaunch Будут комбэчить Я думаю Что Большинство Из ребят Находящихся В этом чате Тоже меня поддержит Шпера Пытается Продемонстрировать Гибкость С АВП Действует Сначала На уцеление Ямы Потом Будет Выход От него На коннектор И там Как раз таки Готов К активных действиям АВП команды XPC White Который может выйти Навстречу К своему оппоненту И визави Промахивается 8 хеллспоинтов Всего лишь Молотов Забирает Ушпера И он Отходит со своей позиции Очень сильно Проседаются Минты У него всего лишь 2% здоровья Ну и Мичу Здесь уже На зиге Готов охотиться Переходит он Режим Охотника За своими оппонентами Получается Забирать Райдера Который неплохо Себе показывал При игре За защиту Но тут уже Подводит Свою команду И дарит Чистное преимущество Соперникам И на сцену Уже полил Свою позицию На Окне Или на СПЛ Очень Часто Называют Эту Позицию Именно так Игроки Старой закалки Потому что Именно так Ее звали Еще во времена Контрстр 1.6 Кселу На нижнем мидле Тут одна флешка Может абсолютно Выбить его Из колеи Но опять же Инноцен даже К ней не прибегнул Потому что У него очень хороший АИМ Который он нам Демонстрирует Перестрелка 1 в 1 Заканчивается сейчас В очередной раз Вернее В пользу команды Из Польши Ну и 5 в 2 XPC Gaming Пока ударяется О хорошей Дефенс команды Сиус Голанш Нужно что-то придумать Возможно Стоит сыграть Побыстрее Чем они это делали В этом раунде Маузиньо Забирает Красного Сэминты Страдания Этого игрока Уже Прошли Последний Старкиллер И к нему Готов Абсолютно АВП На руках Ушпера Это 9 раунд И всего лишь 2 раунда Остается сейчас Преимущество У команды XPC Они будут играть С пистолетами В этом 21 пощуту Ну и возможно Стоит куда-то пробежаться Попытаться установить бомбу Для того чтобы получить Какое-то экономическое Вливание Потому что Опять же таки Будут ребята Проигрывать раунд за раундом И потом Все меньше и меньше Денег у них будет Мичу через Зиг Будет занимать Миссиш первый Будут они отвечать За мидл Мичу дает информацию О том что имеются Игроки атаки на метро Ну и Инноцент Соответственно По этой информации Перетягивается на коннектор И будет выцелить данный рубеж По таймингу Залетает Хаешка По целого 15 хеллспоинта У него остается Также выход от него На коннектор Инноцент Действует безотказно Ну и 5-4 Вновь начинается раунд Команда XPC Тусуется пока на мидле Ну и в тусовку А то вклинивается Инноцент Который падает от Вайта Пока что Единственный минус Для ребят Из Румынии Шпера Отлично прослевает Вайта Который пытался Отойти На метро И какие минусы От Райдера Хорошая слева С П-250 И хочу заметить Что он остался В ситуации Один против двоих Против Мичу И Миниса У которых Всего лишь 17% здоровья На двоих Но проблема в том Что не имеется У него контроль бомбы Минис уже готов Действовать через Митро Ну и опять же таки Очень важно Не умереть От Райдера Который прослевает Миниса 73 хелспоинта У него остается 45 секунд До конца этого раунда Игрок защиты Мичу Находится На топ-мидле За ящиками Ну и сейчас Райдер действительно Может угадать И потащить Этот клатч раунд Как же все таки Ошиблись У нас есть Голанж Слишком они Агрессивно Играли по мидлу И сейчас Могут они Поплатиться За это Мичу В принципе Пока может Угадывать Вектор направленности Атаки Своего оппонента Райдер На всех парах Уже мчится На установку бомбы Под Б И Мичу Не словил Этот тайминг Чтобы пресечь Этот выход Райдер Нужно чекать Все таки Зиг Нет Устанавливает На углу бомбу Очень хорошая позиция Для Мичу И кто же Все таки Кого мы уже видели Такую же Ситуацию На первой половине И там тайминг Хороший словил Игрок команды CSGO Ланж Мичу Замечает Локоть своего оппонента И будет его пушить Через китчен Райдер Или Мичу Тоже все таки Кого он замешает Его и ловит Его на такой вот Позиции Дуло торчало И уже Мичу Не промахивается Это 10-11 Хотя Найстрайрайдер Неплохо И Мичу Демонстрирует Нам Не зря В некоторых Ситуациях Его даже Сватывают В команду Virtus.pro Я напоминаю Что он часто Заменял Игроков Которые Не могли Участвовать В стане Польских Медведей На некоторых Турнирах И действительно Неплохо Там себе Показывал Мичу На Зиге Действует У нас Герой Прошлого раунда На XPC Gaming Решили разнообразить Это будет выход На точку А массованные 3 Или даже 4 Плюс 1 От них Нет все таки Имеется один игрок Замыкающий На мидле Маузини Переселивает Зелова Тут же падает От Семинта Райдер Также отвечает Минусом на Мичу Который промахивается Своего девайса На Зиге Семинта Открывает голову Инноценту И команда Сиат Голанш Остается в ситуации 2 в 4 Имеется сейчас Все карты Абсолютно на руках Для команды XPC Для того чтобы Установить бомбу И ее защитить Нужно это делать Уж слишком недолго Уже позволили Миннесу Шперу Занять хорошие позиции Но проблема Защиты в том Что у них Обоих имеется АВП на руках Но это не проблема Для Миннеса Которая откидывает голову Уайту Еще раз напоминаю Что Уайт Как раз таки является Штатным Снайпером Команды XPC Gaming И сейчас Румыны пока Решаются Куда же все таки Пойти Хороший У нас Тайминг Ловит Райдер На Миннесе Который пытался Спресечь Выход от игроков Атаки Через Мидл И Райдер Действительно доказывает Что он Хочет тащить эту карту Также выход от него На Шперу Может быть более летальным Это и получается Шперу не промахиваются В отличии от Миннеса Ну и 2 в 1 Заняли у нас Яму Игроки Команды XPC Starkiller И Сэминта Напоминаю Что у одного из них Очень мало хеллспоинтов 28 имеется Ну и пока Шперу Читает Эти позиции Но уж слишком Он агрессивно действует На Сэминта Который не промахится Хоть и красный Но АВП В руках своего оппонента Он перестреливает Это 12-10 И команда XPC Зарабатывает Первый раунд Во второй половине Еще раз напоминаю Что они проиграли 5 подряд Ух Вот это начало Вот это матч Это очень интересно Нас уже смотрит Более чем 1200 человек Еще раз Всем большой привет Ребята Для вас работает Рухап У микрофона Энканис Это Гоу Селлига Третий сезон И мы на пороге Одного из Мини Одной из мини сенсаций Вайт открывается наш первый Который Три раунда подряд Вот так вот действовал Как вы видели Через коннектор Уже был готов К этому АВП Команды из Румынии Ну и Стоит все таки Гибче действовать Команды Сиус Гоу Лаунж Если они хотят Забирать эту карту И выходить В финал Винеров Инносент Перетягивается Из джунглей На Моузиньо И там как раз таки Кишит полностью У нас центральная Точка этого Мираж Командой XPC гейм Они в четвером Готовы зажимать Райдер И Если я не ошибаюсь Ксэлов Уже выцеливает дом И выход Стельпана Сейминте будут Вместе с своим тиммейтом Выходить через яму Ну и мы переключаемся На Маузиньо Который все таки Подводит свою команду И также подводит его Его АИМ Который не переселет Сейминте Имеется еще один фраг Для Румын Отличная игра Уже ситуация 5 в 3 И возможно Сиус Гулан Штует задуматься О сейве своих девайсов Миниса У Мичу М4А4 И он как раз таки Будет действовать Если я не ошибаюсь Через спину Да Пытается он зайти Через терровский респаун Ну и Сейминте Его замечают Но опять же таки Мичу Не смог отпустить Своего оппонента Хорошая слева от него Но опять же Игроки защиты Решают идти на сейв Ну во всяком случае По действиям Мичу Мы Это замечаем Райдер На миде Пытается Тоже не дать Этому сейву Произойти Да Понимают у нас Румыны О том что Ни в коем случае Нельзя Два АВП Оставлять команде Сиус Гулан Пытается они Кого-то выцепить Не получают Это у Райдера При встрече в метро Своим оппонентом Ну и сейчас Интересная позиция От Мичу Который Не смог помочь Минису Впускает Все таки спину Своему тиммейту Кселова Который не промахивается И Мичу Просто сейчас Ну Совсем ничего не может Сказать своему Товарищу по команде Возможно даже Какие-то были К нему претензии Потому что действительно Мичу пропустил Сейчас спину Ну и одно АВП Не смогло перейти В этот раунд Для команды Сиус Гулан Хотя имеется бай Две М4А4 М4А1С От Инусента И АВП Славно известная От Шпиру С СЗшкой Вынужден действовать Минис Ну и до зубов Опасный Вернее вооруженный И опасный Команда Экс Пи Си Гейминг Которая Готова выйти По направлению Точки Б А там у нас падает Вай Ну и как же все-таки так В одиночку действовал АВП команды Экс Пи Си Также Мичу Откидывает голову Старкилеру И только Райдер смог Вписаться за своих Павших тиммейтов В 4-3 Перерастает картина Этого раунда И действительно Сиус Гулан Сейчас выступает Настоящими художниками Этой игры Нужно тащить Нужно Выигрывать У более слабой команды Я Не перестану это повторять Действительно Мы очень мало видели В действии команды Экс Пи Си И Си Ис Гулан Это первый коллектив Против которого Они играют Вот на таком вот уровне В рамках Гоу Сел Лиги Третьего сезона Ну и Семинте Пытался создать Эффект присутствия На мидле Все-таки Перетягиваться По направлению Точки А А Экселов Готовый идти через Яму Получает дымовую завесу Против себя Маузиньо и Шпер Готовы выцеливать Этот выход Райдер тоже перетягивается Вы все видите На своих экранах Ребята Ну и важнейший раунд Как для одной Так и для другой пятерки Ну если даже его проигрывает Эксписи То будут все у них Возможности для того Чтобы бай сделать Шперу ошибается На джунглях он падает Семинте Отлично И Кселов тоже читает Сейчас позицию Свою игра под коврами Но почему не прощекали Нет все-таки разворот От Кселова На 180 градусов Маузиньо падает И говорит Что же это такое Как они могут так стрелять Это же команда Которая не так часто играет На таком уровне Мичу все-таки пытается Исправить свою позицию Но нет Падает Инноцент От заходящего Райдера Через коннектор Мичу закидывает Трехочковый На Кселове Но проблема в том Что у него 7 хеллсплоинтов Нет дефузов И нет шансов На взятие этого раунда Возможно Хотя если выход От Райдера Будет преждевременный То он этим фликшотом Промахивается Мичу Ну и нужен этот фраг Нужен этот раунд Райдер Очень хорошая позиция И прям Даже не успевает Мичу выстрелить Райдер его добирает Это 14-10 И сейчас полный провал Для команды Си Из голланш по экономике Только у Мичу Имеется 6800 400 у Шперо Ну а остальные Будут довольствоваться Вот такими вот девайсами Которые вы видите На своих экранах Да, были дропы Четыре Вернее даже три Автоматических свинтовок Со скаутом Будет действовать Минис И Макс 7 от Маузини Шперо уже теряет свою позицию А открывается Вайт на Мидле Ну и как же действует У нас XPC Gaming Они близки к этому матчпоинту Они хотят на него выйти Сэминты Открываются на Мичу Напоминаю, что у этого парня Был автоматический девайс Падает он тоже Ну и 5-3 начинается этот раунд Не прошло и 20 секунд Как XPC Gaming Уже забирает Двоих своих оппонентов И Нусен только сейчас Открывается на Сэминты И пытается хоть что-то сделать Минис Также забирает Райдера Отличная игра Вот этого парня Проседает он до 5 хеллспоинтов Макс 7 от Маузини Действует на коннекторе И говорит You shall not pass К целому и Вайту Ну и Старкиллер Единственный Кто был на точке А и Маузини Уже по таймингу ожидал от него выход Это 14-11 И Си с Голан Все-таки хотят Тащить эту мать Ну нужно им это делать Ребята Мы на пороге Минисенсации И поляки не хотят Чтобы она произошла Ну и уже со скаутом Действует у нас Сэминты В рамках Этого 26-го по счету раунда На карте Дэйм Мираж Еще раз напоминаю Для тех Кто только что подключился Что это Best of 1 Это Global Offensive Champions League Третьего сезона От организаторов Дримс Медиа При поддержке Твич ТВ Стилс Сириус G2 И гейминг Бэтс И Си из Голанш Ну и пока XPC Gaming Близки к тому Чтобы победить И выйти в сетку Венеров группы Д Этого замечательнейшего Чемпионата Мичу Крисина действует на Сиге На него выход От райдера Но Мичу Перетягивает свой прицел На своего оппонента Вернее даже на его голову И зарабатывает Численное преимущество Для своих ребят Мичу Отлично От него Она все-таки падает От Вайта Который продавил Оппонента Через дымовую завесу 2 в 3 Перерастает картина Этого раунда Вайта до сих пор На зиге Ну и Асиминте Со своим скаутом Пока что молчит Не открывался он Ни на кон Напоминаю Что этот парень У нас до сих пор На Респе И это Реконект Опять же таки Говорю о том Что это Не конец Ребята У нас действительно На некоторые последние раунды Переключается карта Я об этом напишу В конференцию Организаторов этого чемпионата Это не конец Это не пролаг Ну и мы с вами Переносимся обратно В этот раунд Вайт Вместе с Асиминте 2 в 3 ситуации Маузиньо Шперо И Минис Готовы выйти На 12 очко И продемонстрируют Нам этот камбэк Ну что ж Важнейший раунд Маузиньо Тоже стакается Какой скаут Шоут Залетает у нас на Шперо Как же больно Это смотрелось От глаз Маузиньо Который уже палится На Дельпане А также Переход В следующий раунд По 40 хп у нас у Вайта И Симинте Который еще раз делает фрак Через ниндзю На коннектор И как же действуют Эти ребята 19 хп у Маузиньо Остается И XPC Gaming Близи К тому чтобы все-таки Забрать этот раунд Это 1 скаут И 4 пистолета И они выходят На матчпоинт У меня Полное безмолвие Ребята Если я не ошибаюсь То это 10% На CSGO лаунджа И они Готовы все-таки К тому Чтобы закрывать Эту ставку XPC Gaming Извините Закупились Имеется 5 автоматических Финтовок И они готовят Свой выход На минисе Который остается 1-1 На точке И он решает Все-таки Поджать этот рубеж И прямо на прицел К целому Который не дрожит Перед его Оппонентом 5-4 ситуации Пытается что-то делать Шперо будет целивать Прогов через Китчен У него не получается Летальный демидж Все-таки носит мяч Но тут же падает У нас И он И Шперо От рук Селова И Семинта И Мак 7 И М4 В руках Маузиньо И Иннесента Соответственно Остается на Китчене И Селов тоже читает Эту позицию Последний падает Иннесент И счет у нас 16-11 Это действительно Сенсация Это сенсация Это отличная игра От румынов Это ребята Это не слив Это не 3-2-2 Еще раз Я все-таки Призываю вас Не обижать Ребят из Румынии Они очень круто играли Они действительно Были достойны Для того чтобы победить В этом матче И они продемонстрировали Что они стоят Того что Выйти В финал Винеров Группы Д Замечательнейшего Турнира Global Offensive Champions League Третьего сезона Я напоминаю Что для вас Работает Рухап У микрофона Александр Полищук Если вам Пришлись по фусу Мои комментарии То вы можете Подключаться К моей группе Вконтакте Которую я Скоро проспамлю Но опять же Таки Не расходитесь Потому что Далее нас ждет Еще один Очень интересный Матч Команда NoCapa Или X-Vexit Еще один Польский Корректив Будет Бороться Против Румынов Из XPC Gaming Никуда не расходитесь У нас Небольшая Музыкальная И рекламная Пауза